Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Проблема важности образования поднималась во многих фильмах. Вот как это было в мультфильме «Алеша Попович и Тургарин-змей». И как же звать этого богатырского коня? Зовут меня Гай Юлий Цезарь. Ну, делай скидку на ваше образование, можете звать меня просто Юль. В 2023 году нужно учитывать изменения в миграционном законодательстве в части процедуры оформления РВП в целях получения образования. В настоящем видео расскажем о введенных новациях. Для иностранца РВП – это возможность находиться в России на законных основаниях, пользоваться различными социальными благами, а также получать бесплатную медицинскую помощь. Для многих иностранцев получение разрешения на работу является одним из этапов к получению российского гражданства. Согласно миграционному законодательству, РВП можно было получить студентов в пределах установленной правительством квоты. Сначала студенты оформляли квоту, а уже потом получали РВП. Начиная с этого года студенты могут получить разрешение на временное проживание в целях обучения без учета квот. А впоследствии, после трех лет с момента окончания учебы, иностранный студент может по упрощенной процедуре получить российский ВНЖ. С 1 января этого года действует административный регламент, в котором прописана процедура и перечень документов для получения РВП по образованию. РВП могут получить иностранные студенты или аспиранты, обучающиеся по очной форме в государственных научных организациях либо вузах. Студентам нужно собрать документы и подать либо личные заявления в териториальное подразделение МВД, или через единый портал госуслуг. Услугу по выдаче РВП можно получить в течение 38 рабочих дней, если документы предоставлены в полном объеме и без ошибок. Срок действия РВП – период обучения по программе плюс 180 календарных дней с момента окончания обучения. Для многих студенческие годы – лучшее время, которое хочется сохранить в памяти. Но вот некоторые студенты, возможно, хотели бы забыть, что делали в университете. Об этом и не только расскажет специалист по связанным сообщественностью компании «Роская» Ксения Иснова. В некоторых вузах существует множество необычных традиций, которые, тем не менее, неукоснительно соблюдаются студентами на протяжении целых столетий. Так, например, студенты Гарварда в последний день подготовки к экзаменам в полночь должны совершенно голыми пробежать круг по Гарвард-ярду. Это действие сопровождается выступлением университетского оркестра. Продолжим. Регламентом установлен перечень предоставляемых документов. Это заявление по установленной МВД форме. Количество экземпляров и оригинал заявления варьируется в зависимости от способов подачи. В территориальное подразделение МВД или через единый портал. Удостоверяющие личность документы. Иностранец, претендент на РВП, должен по своему выбору предоставить один документ из следующих. Иностранный паспорт. В территориальное подразделение МВД предоставляется оригинал документа, срок действия которого составляет не менее трех месяцев на момент подачи заявления. Если документ направляется через единый портал, то предоставляется скан-копия паспорта. Документ, который признается в соответствии с Международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность или иной документ, который признается в России. Требование к сроку действия такого документа такое же, как и к паспорту. Две фотографии размером 35 на 45 мм. Фото может быть либо в черно-белом, либо в цветном изображении. Фотографии должны быть выполнены с четким изображением банфас без головного убора. Документы, которые подтверждают родственные связи по своему выбору. Например, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака. Документы, которые доставляют личность членов семьи. Документы, подтверждающие отсутствие судимости у заявителя. Такой документ должен быть выдан не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявлений. Документ предоставляется только визовыми иностранными студентами. Документы, которые свидетельствуют о зачислении студента на обучение. Таким документом является распорядительный акт о приеме заявителя. В акте указывается форма обучения, а также программа, бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, ассистентура, стажировка. Именно из акта государственной образовательной или научной организации видно соблюдение критериев для получения РВП по образованию в упрощенном порядке. Студент предоставляет заверенную копию акта. Некоторые документы можно предоставить в качестве дополнительных, но они необязательны, например, миграционную карту или медицинские документы. Квитанцию об оплате госпошлиной. Если предоставлены документы, составленные на иностранном языке, то к заявлению прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. Процесс оформления РВП отнимает время и силы. Приходится собирать документы и ходить по разным инстанциям. Компания «Роско» возьмет на себя всю бюрократическую рутину. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру указанному на сайте или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. По какой причине могут отказать студенту по выдаче РВП по обучению? Если иностранный студент нарушит критерии для упрощенного получения РВП, например, перейдет сочная форма обучения на заочную, либо перейдет в образовательное учреждение, не соответствующее установленным критериям. Прецедент на РВП не должен выезжать за пределы российской территории более чем на полгода, суммарно в течение календарного года, либо выехал за границу для постоянного проживания. Студенту откажут в выдаче РВП, если его отчислят из вуза. Заявитель является потребителем наркотиков или психотропных веществ, страдает инфекционным заболеванием, которое опасно для окружающих. Услуга по выдаче РВП будет приостановлена, если выяснится, что студент предоставил подложные, либо поддельные документы, сообщил о себе заведомо ложные сведения. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, смело пишите в комментариях, позвоните нам по телефону, напишите в WhatsApp. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. И конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Пусть русско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова